Маша, подожди! Маша, стой! Илюша, что ты здесь делаешь? В смысле, что я здесь делаю? Я как и ты иду в школу. А, понятно. Ну иди. Нет-нет, стой! Я хотела с тобой поговорить насчет вчера. Здесь нечего обсуждать, если ты мне все равно не веришь. Я тебе верю, правда. Я же видел, что вчера с тобой случилось. Все дело в том, что когда я вижу другую реальность и всяких страшных монстров, мне становится все страшнее и страшнее. Я знаю. Поэтому я и хочу тебе помочь. Ладно, пойдем в класс, там что-нибудь и придумаем. Джек, что ты делаешь? Тебя что, уволили? Никто меня не увольнял. Я вообще-то ищу то, что нам может помочь. Прости. А как нам поможет куча вонючего мусора? Вообще-то, это не куча мусора. Ну, как бы это мусор, но я ищу информацию о том, Почему Маша видит всякое, когда у нее садится батарейка? Так, ладно. У меня другой вопрос. Где ты это все достал? Эти пакеты из кабинета директрисы. И вообще, Лиз, ты мне ничего вопросов задавай и помоги мне что-нибудь найти. Ладно. Ну, в этом все мы расскажем Марии Сергеевне. Нет, я думаю, ей не нужно это знать. Привет, ребят. Привет. Привет. Илюша, у тебя что, батарея разрядилась? Да, разрядилась. Я зарядку ищу. А почему ты дома не зарядился? Да какая разница? Забыл я. Так будет слишком долго. Отлично. Сто процентов. Илюша, Мария Сергеевна говорила, что эту зарядку нужно использовать только в крайних случаях. Тебе что, жалко? А вдруг у меня и был этот крайний случай? Так вот, Маш, вернемся к нашему разговору. Ты что-то еще хочешь узнать? Да, мне интересно все. Вот, например, я бы смог попасть в это другое измерение? Другое измерение? Вы о чем? Никит, не важно. Долго это все объяснять? Так у меня время не полно. Я никуда не спешу. Я думаю, ему тоже можно рассказать. Он же наш друг. Хорошо. Только рассказывать будешь ты. Джек, походу здесь ничего нет. И вообще, зачем директрисе выкидывать цельные бумаги в мусорку? Да, ты, наверное, права. Но почему ты мне сразу не сказала? Я бы тогда не рылся в этом мусоре. Да, вы, мальчики, без советов девочек в жизни бы не справились. То есть, получается, ты нарисовала всех монстров, которых ты видела? Да, но мне кажется, что их там намного больше. И чтобы это узнать, нам нужно туда попасть. И ты нам в этом поможешь. Здравствуйте, ребята. Рассаживайтесь на свои места. Так, кого сегодня нет? Мария Сергеевна, Анни сегодня не будет, а Ксюша немножко опоздает. Да, Илюш, по поводу Ксюши я в курсе. Спасибо. Так, открывайте свои тетради, записывайте. Число, классная работа. Тема сегодняшнего урока – грибы. В наших домах достаточно часто можно обнаружить гриб пеницилл. Этот гриб встречается в виде плесени – зеленого, сизого, голубого цвета – на почве и продуктах растительного происхождения. На плодах, овощах, варенье, томатной пасты. Маша, ты здесь? Маша? Да, Мария Сергеевна. С тобой все нормально? Все хорошо. Ребят, никого нет. Можем начинать. Ну что теперь? Если хотите вместе со мной попасть в другую реальность, нам нужно взяться за руки. Теперь закройте глаза и попытайтесь сфокусироваться на рисунках. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кажется, получилось. Мы что, в нашем классе? Получается, да. Только вот я не пойму, почему здесь все разрушено. Я же говорила, что есть параллельный мир в точности, как наш, только намного страшнее. Слушай, Маш, сюда у нас получилось переместиться. Но я надеюсь, ты нас вернешь обратно? Посмотрите, здесь как будто следы от чьих-то когтей. Это могут быть они. Знаете, здесь как-то становится жутковато. Давайте поскорее выбираться отсюда. Да, пошли искать выход. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok